Всем привет! Все балуются микросхемами, травят платы, паяют балластные нагрузки. А я что-то все как-то по старинке, все просто как-то наивно, даже скучно как-то становится. Вот решил я собрать очень простую схему. Все вот это вот, это электронный замок. Да, если я буду нажимать клавиши подряд, ничего не произойдет. Нажму на все, тоже ничего не произойдет. А нажму на две кнопочки и этот замочек откроется. Замочек вот он, механический, хороший. Этот замочек я нашел в принтере лазерном. Он хорошо работает и сегодня мы посмотрим, как он будет работать от чудесной схемы, программируемой и логической. Чтобы вся вот эта вот лабудень, которая у меня на столе работала, а вы как видите, тут и микросхема есть, и транзисторы, и резисторы, и реле, и блок питания. Ну и конечно же без кнопок не обойтись. В общем, ох, много чего наворочено. Все просто. Контроллер-дешифратор, это такая микросхема, валяется, он получает сигналы от вот этих кнопок. То есть в зависимости от того, как мы нажмем кнопочки и как запрограммирован контроллер, то есть какие кнопочки нажаты, а какие отпущены, он это помнит. Этот контроллер выдаст нам сигнал, и через вот этот вот диод сигнал поступит на силовой транзистор, который питается от блока питания. Блок питания стабилизируется конденсатором, вот здесь вот, чтобы питать этот контроллер. Транзистор откроется, на катушечку вот этого реле поступит достаточное напряжение, чтобы замкнулись контакты. Контакты замкнутся и замочек откроется. Вот, дернули мы за кнопочку, и замочек открылся. Да, работает. Ну вот, достать вот такой контроллер, тем более вы видите его маркировку. Это шутка на самом деле. Компонент Дима, 8 ног. Ну, не у Димы, а у контроллера. Я подумал, почему бы нам? Да, чудесная микросхема, хотелось бы с ней повозиться. Но на мелкое паять ее неудобно, да и функционал у нее достаточно убогий. Избавимся от микросхемы. Давайте немножко упростим. Оставим блок питания, без него не обойтись. Тем более, что вот такой вот шикарный блок питания можно не покупать, а сделать своими руками с нуля. Как говорят не французы. Тут всего 4 диода, 1 конденсатор и хороший такой красивый трансформатор. Это по фирменному, между прочим, сделано. Не улыбайтесь. Без блока питания не обойтись. Ну, релуха пригодится, транзистор пригодится, резистор пригодится. Замок, ну без него куда же, мы же замком управляем. Ну и клавиатура, без клавиатуры куда. Итак, схема номер 2. Она немножко попроще, у нее нет контроллера. Контроллер где-то тут пусть валяется и ждет своей очереди. Зато в ней есть два транзистора, один из которых силовой, другой послабее. Ну, у меня оба силовых, это разница небольшая. Резистор есть, диодик, конденсатор. Два резистора надо, кстати говоря. Но это тоже не проблематично. Итак, оставив вот эти кнопочки, они будут подавать смещение на базу наших двух транзисторов, соединенных по паре Дарлингтона. И если подать положительное смещение на эту базу, вот этот вот транзистор шикарно откроется. Через катушечку реле потечет ток, реле запитает катушку электромагнита и наш замочек откроется. Ну, вроде чудесно, куда уж проще. Хм, ну вы же меня знаете. Ну, не хочу я возиться с транзисторами. Даже с такими хорошими, которые я люблю. Паяться с конденсаторами. Ну, люблю иногда попаять. Ну, и диоды тоже. Ни к чему. Ох, какую шикарную плату можно было заказать на заводе. Протравить ее из гетинакса самому. Выполоскать руки в хлорном железе. Говорят, это полезно. Смотрите, какую разводочку я напечатал на специальной программе. Да ну ее. Резисторы. Реле. Обожаю реле. Но обойдемся мы, ребята, и без него. И оставим клавиатуру, блок питания и вот этот вот замок. Вы думаете, мне этого не хватит, чтобы реализовать все то, что программируется в микросхемы? Как вы уже поняли, хватит. Итак, начнем по порядку. Этот блок питания я пока уберу в сторону. Он нам особо не пригодится. Управлять мы будем вот такой нагрузкой в виде вот этого чудесного электрического замка. Он управляется напряжением 24 вольта. Вот здесь это хорошо сказано и показано. Здесь катушка электромагнита. Здесь к сердечнику притягивается вот эта вот планочка, которая открывает, закрывает замки. Это настоящий замок. Я его выдрал из лазерного принтера. Чтобы нам было веселей, Новый год все-таки на носу, я к этому замку приделаю лампочку накаливания, которая взята именно от елочной гирлянды. Ну так будет красивее и веселей. Замок откроется, лампочка засветится. Что еще нам надо? Ага, надо бы подключить наш электронный замок. А он действительно электронный, потому что именно движение электронов вызывает, так сказать, цепную реакцию, чтобы этот замочек у нас открывался, лампочка светилась. Ну и вся схема работала, собственно говоря. Что, думаете, работать не будет? Давайте подключим. Я подключу, конечно, не к супер самодельному блоку питания. Блок питания у меня на 12 вольт под рукой завалялся. Вот так вот. И все. Все у нас, как говорится, в студии. Лампочку видать, блок питания включать. Правда, я забыл код этого замка. И давайте я прямо сейчас научу вас взламывать подобные замки, в которых запрограммировано всего два выключателя. То есть, тут 8 выключателей. Два из которых нужно нажать, чтобы схема сработала. Но если нажать все вместе, ничего не произойдет. Нажать ненужные, нажать по одному, тоже ничего не произойдет. Вот чтобы такой замок открыть, если мы точно знаем, что у него только две позиции. Если одна, это же банально. То есть, нажимаем по очереди и, дойдя до нужного выключателя, замок откроется. Взламываем электронный замок, как это положено. Нажимаем первую клавишу и проходим по очереди все контакты. Не сработало. Нажимаем вторую. Не сработало. Нажимаем третью. Ну а третий, замочек открылся. Понятно. Это все описано в логических задачах и в решении. То есть, перебирая пары контактов, мы можем достичь нужного результата. Забыл уже где. Вот здесь. Да, вот здесь. Вот. Вы можете видеть, что у меня при нажатии вот этих двух кнопок. Вот этих двух кнопок. Да. То есть, третья и вторая отсюда. Срабатывает мое устройство. Открывается вот так. Хлоп. Открылась. Но теперь, если я нажму любую другую кнопочку, замок закроется. Вот смотрите, как бы это красиво изобразить. Вот так вот. Вот так вот изображу красиво. Смотрите. Оп. И сразу замочек закрывается. То есть, мы подаем левый сигнал и замок закроется. С двумя клавишами, как взламывать такой замок, вы уже научились. Но это не хак. Это просто, как найти нужную комбинацию. Если их будет три, эту головоломочку, я думаю, вы решите сами. Или почитаете мудрые книжки, или посмотрите умные советы. А теперь, как это запрограммировано. Как видите, только клавиатура, только замок. Лампочка не в счет. Лампочка даже мешает. То есть, замок все-таки срабатывает гораздо лучше, если у него нет последовательной нагрузки. Открыли, задвижечка упала. Все. Можно открывать засов. Может быть любой тяжелый. В этом нет ничего зазорного. Исполнено все только вот на этих ключах. Спрашивается, почему нет контроллера? Потому что ключи тоже можно запрограммировать. Программатор этих ключей, Димкин паяльник, программируется перемычками. Все то же самое происходит в микросхеме. Когда мы программируем, мы на самом деле триггеры здесь переключаем в одно из положений из нужного. Тут показано, как это сделано. Ключи выглядят вот таким вот образом на картиночке. Крайние пары замкнуты. Переключение происходит с этой на эту. То есть, когда мы нажимаем кнопочку, то здесь контакт размыкается, а вот здесь замыкается. Сейчас здесь стоят единички. Как запрограммировать? Кому не видно на пайке, покажу на рисунке. То есть, программирование происходит банально. Вот такие перемычки. Это у нас единицы. А вот такая перемычка. Это нолик. Следующие. И вот наша комбинация. То есть, нажав все клавиши, у нас система разомкнется и не будет проводить. Нажав нужные клавиши, будут замкнуты вот эти два контакта. И система по вот такому пути, вот здесь вот замкнется система, снова сюда, снова замкнется система, снова сюда. Все. Вы скажете, неудобно программировать паяльником, но вы слышали о таких микросхемах, которые называются ПЗУ, программируемые на заводах? Они работают по тому же принципу. Вы скажете, что надо было поставить силовое реле, ведь это маленькие микроконтакты. А вот даже спорить не буду. Вот эти вот микропереключатели, у меня они микропереключатель 3.1, если кто хочет убедиться, вот там есть маркировочка. Эти микропереключатели выдерживают нагрузку по постоянному току 70 ватт. Эта штучка имеет мощность всего 15 ватт. Но это максимальная мощность, вообще она и на 5 ватт хорошо срабатывает. А по переменному току, вот эти вот переключатели, держат нагрузку 300 ватт. Хотите верьте, хотите нет. Изготовить вот такое запрограммированное чудо, электронный замок, под силу каждому. Горсть ключей, кусок проволоки, то есть главное здесь это вот такая проволока. Так, берем, продеваем, составляем и все будет красиво. Что внутри? Давайте заглянем на всякий случай. Смотрите, внутри очень даже красиво. Те же самые релейные контакты. И вот эта кнопочка, нажимая которую мы замыкаем, размыкаем. Вот смотрите, сейчас замкнута вот эта цепь, внешние контакты. Когда мы кнопочку нажимаем, прижимается нижний контакт и у нас замкнута вот эта пара контактов. Что здесь и нарисовано. 300 ватт. Я думаю, любой электрический замок, хоть переменного, хоть постоянного тока у вас откроется. Программирование легкое. И хотя кто-то скажет, зачем перепаивать каждый раз, поймите. Здесь все собрано воедино в один блок. Это красиво и удобно. Но сюда же можно добавить такой же контроллер, но только выполненный. Из микропереключателей, снабженных вот такими переключателями. Он будет стоять на обратной стороне двери. Вы набираете нужную комбинацию, чтобы она изображала вот эти перемычки. И все. Надеюсь, эта загадка с ответами вам понравилась. Ставьте лайки или дизлайки. На этом все. Пока. До следующих встреч.